здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня по вашим многочисленным просьбам вас ждет очередной разбор наша сегодняшняя героиня мария воронцова она же дочь путина она отдала интервью ну конечно острых вопросов там не было задано и перед нами предстал образ просто интеллигентной скромной женщины которая занимается наукой говорит правильные вещи и так далее но я не привыкла довольствоваться обертками я заглядываю глубже давайте это сделаем вместе я вам покажу буквально несколько моментов да как на которых я на которые я обратила внимание я думаю что вы со мной согласитесь в моих выводах итак значит я включаю первый фрагмент и в первом фрагменте я вам хочу показать как эмоционально наша сегодняшняя героиня реагирует на те вещи которые действительно являются правдой которые действительно ее беспокоят и которые она говорит легко свободно ну так называемая базовая линия поведения в моменты когда она все говорит так как она на самом деле считает итак я включаю первый фрагмент чтобы было так понятно но у нас уже состоялся он был расшифровка генома уже был вот если с полетом на марс может быть я даже может сказал не только с полетом с поселением на марс с расселением на марс это наше более полное понимание как этот геном функционирует не то чтобы очевидная мутация вот мутированы эти гены мы знаем что родится больной ребенок если будет два аллеля там рецессивных в одном геноме да но есть же много многофакторных заболеваний когда возможно тут люди как не мутации год и полиморфизм а тут вот кто же какой-то сдвиг такой рамки считывания что касательно чата gpt вы знаете меня здесь наверное больше беспокоит не поверите мои студенты я очень надеюсь что студенты не будут пользоваться чатом g5 для того чтобы писать курсовые а так я считаю что как любая технология которая переживает такой сначала взрыв бум и вот давайте ее применять везде и вот всюду ее извините за выражение запихивать да и вот это наш ответ на все наши вопросы и беды мне очень нравится пушкин я могу перечитывать много раз евгения онегина сказки даже люблю читать я считаю что в к сказках пушкина там очень много если не вся собственно вот мораль и правда да есть моя мечта я не знаю насколько то возможно мне буквально дня говорили что это невозможно но все таки узнать откуда на планете земля появилась жизнь ну вот по этим вопросам я и верю и я думаю что вы все тоже впечатлились насколько она эмоциональная открытая просто белая пушистая в белом пальто и пришла к нам такая открытая до казалось бы но давайте все-таки заглядывать дальше и наблюдать а ну по поводу ценности жизни не уходя далеко от предыдущего фрагмента вы видели как эмоционально она реагирует на те вещи которые действительно являются правдой которые она действительно говорит вот и из души из сердца да давайте теперь пронаблюдаем как она говорит вот эти самые правильные вещи которые ну в общем то здесь многие из вас согласятся с этими словами но как она это говорит давайте посмотрим имея ввиду что нашу опись видите поджимает подбородок сжимает губы отклоняется руками отталкивает вот сейчас будет отталкивание руками своими до российское общество опять отклад еще раз отклоняется на слове российское общество поджимает губы и подбородок снова вот теперь опять поджимает жизни жизненными устоями с нашей культуры из нашей религии религиями я бы сказала все таки не столь экономикоцентричное общество да мы большей степени человекоцентричное общество или нас высшей ценностью все-таки является ценность человеческой жизни идите на слове ценность человеческой жизни делается голос тише вот в предыдущем буквально разборе я вам говорила что тело не любит говорить неправду она сжимается либо говорит тише то есть не хватает энергии для произнесения тех слов которые не близки нам поэтому вот это то что она сейчас проговаривает но то что она сложнее подбирает слова чем в предыдущем фрагменте это не является для нее ценностью это является той информацией которую она должна нам сказать чтобы произвести впечатление поэтому здесь не поддавайтесь на вот эту на это обаяние того что она говорит и каждый прожитый прожитый день жизни даже если он для экономики может быть не столь извините такое слово выгоден не столь значим в духовных ценностях для нас это более значимый мне кажется эффект видите опять говорит тише поджимает подбородок голова к плечу не знаю и мне кажется неуверенность фраза произнесенная мне кажется это говорит о неуверенности и отклоняется то есть вот вот это вот часть ее речи она не является той той информации которая ей близка она является той информацией которую ей надо просто нам сказать понимаете ей нужно создать определенный образ и это не то что на самом деле она считает дальше идем следующий фрагмент по поводу ее успехов на ну то есть вы понимаете что перед нами не тот человек который из большой человечности пошел в науку для того чтобы осчастливить весь мир да или россию до которую она так любит и россиян которых она так любит но здесь вот конечно же все не так радужно как ну вот хотелось бы преподнести ну вот нам с вами кроме того по поводу ее успехов в науке тут тоже очень знаете много таких моментов которые говорят о том что успехи то очень посредственные давайте наблюдать как она о них говорит я ни в коем случае не беру на себя миссию придумывать вот пожалуйста наблюдайте за ее реакциями мы посмотрели как она говорит о том что ей на самом деле интересно и давайте наблюдать как она говорит о своих успехах вот и все видите отклоняется смущается поджимает подбородок и дальше сейчас она нам расскажет о том каких это дало меньше наверно видите отклонилась вот что дало да ничего не дало то есть вот много-много сигнал ну вот то чем она занимается да там какое-то время какие-то финансы на это потрачены и вот видите по результатам она как бы уже тушуется до чем мы надеялись я бы так на не сказала меньше чем мы надеялись потому что знать знать молекулу знать днк оказалось недостаточным это как 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 бы лупринт как инструкция знаете всегда найдется оправдание до тому что в общем то как ученые она тоже не особо нет я конечно не специалист в этой теме но по ее реакциям я вижу что она сама себя оценивает не так уж высоко даже не в оценке дела а в том как она говорит о своих успехах понимаете даже если бы она себя недооценивала но если бы она говорила о каких-то прорывах о каких-то вещах которыми она на самом деле горит да она бы говорила это по-другому понимаете от вот то что она сейчас вот о своих результатах говорит мне лично говорит о многом которые впоследствии нужно расшифровать как инструкцию применить для реализации то есть вот одного только блупринта недостаточно теперь нам нужно понять как из этих вот очень компактных инструкций получается все вот это то что вокруг нас то есть касательно криспор я не знаю что это такое вот то о чем она говорит расшифруйте мне пожалуйста дорогие друзья я не специалист в этой теме но здесь смотрите какая реакция отклоняется вина отвращение и поджимает подбородок здесь тоже что-то зажато причем здесь уже пошло еще и отвращение то есть здесь вообще а не то что не нет успехов а просто уже страх какой-то до страх и желание отойти от этой темы что это такое вообще вот вот это то о чем она сейчас говорит я так понимаю что это то над чем она работала и здесь вот присутствует ее вина она понимает она бессознательно понимает что ее вина здесь присутствует в том что вот что-то не пошло не не знаю что это могу сказать что все-таки многого мы еще не знаем хотя уже зарегистрированы случаи клинических испытаний применения препаратов на основе этой технологии эти опять поджимает губы и подбородок то есть что-то скрывает что что это так объясните вообще объясните мне пожалуйста какие успехи каких успехов она реально добилась вот на посту она занимает хороший пост в науке она явно получает большие деньги на это на развитие до нашего она достигла вот вот я не знаю о ее достижениях и судя по тому как она рассказывает это без воодушевления это говорит о том что в общем то ну как научный сотрудник она ну может быть ну как научный сотрудник она может еще и ничего да ну вот как руководитель какой-то темы на которую надо продвигать здесь вот вообще полный ноль при например семейной гиперхолестериномии при серповедной клеточной анемии да это сейчас большая история вот кто-то на это готов уже идти и я могу это понять потому что а здесь уже пошла ему пошли эмоции и действительно находятся люди на которых ну вот то что они изобрели там или что они там делают они уже это используют да потому что людям деваться некуда и сейчас мы увидим по ее сигналом тела то что действительно ну вот те люди находятся и здесь вот как раз эмоции пошли то есть по успехам там эмоции были минимальные то есть успехи тоже минимальные вот к чему я клоню не к тому что она там вообще никакой специаль нет но вот судя по тому чего она достигла ну а там максимальная наверняка финансирование максимальные возможности этого всего но она вот в этой вот теме своей она ничего особо ей нечем похвастаться но что касается людей которые становятся ну в какой-то степени подопытными кроликами да или я я не знаю вот те на ком они это все пробуют эти люди действительно есть и здесь пошла уже больше эмоциональная вовлеченность если ты всю жизнь страдаешь от хронических болей если тебя есть риск что твоя жизнь закончится в 35-40 лет видите отставляет ногу и это действительно физиологическая реакция тела на ну на какие-то страшные вещи мы стараемся убрать свое тело от опасности до которой в данном случае она говорит и убирает ногу поэтому здесь вот как раз эмоциональная вовлеченности вовлеченность вот здесь я ей тоже верю да вот а что касается ее успехов но не не может она вот это ну я не знаю может она настолько скромно может я не знаю может я на нее наговариваю объясните мне кто в теме насколько она достигла ну чего она достигла вообще в науке да может быть вы мне сейчас в комментариях напишите что она просто светила науки и мне придется перед вами извиняться да но вот по тому как она это говорит я вижу что успехов там очень очень мало и в основном эти успехи в том что что она не стала мажором вот это уже большой успех а остальное не знаю остальное все под большим большим вопросом а ну и знаете еще один фрагмент хочу показать мне он показался вообще в принципе довольно циничным давайте смотреть рынок регенеративной медицины смотрите сидит с расставленными руками что говорит о том что она занимает максимум места в пространстве уверенно в себе да и здесь вот наблюдайте ладонями хватающие жесты и сейчас в кулак сожмет руку то есть она вот по поводу рынка на которой в котором она варится здесь у нее все схвачено и она это демонстрирует особенно в россии сейчас открытый только начальных стадиях поэтому здесь очень много есть где разбежаться и что главное то что очень малая конкуренция высоко технологичные область сложная к реализации осмыслению требующая значительных вложений возврат не очень определен и тем более не определенно не определен срок до возврата капитала но вместе с тем мало конкуренция но про конкуренцию она дважды сказала и это действительно так это действительно к сожалению так и к сожалению почему в общем-то игралась бы игралась своей песочнице девочка да но к сожалению страдают россияне россияне страдают от того что вот такие вот остались только такие деятели науки которые ну двигают или не двигают науку в этом направлении да и ей это очень хоро ей это нравится да вот то что нет конкуренции ей это нравится кроме того у нее неограниченное финансирование что в общем то делает ее просто королевой в этой в этой сфере она дальше давайте смотреть можно в принципе здесь попробовать себя хотя должна предупредить что на на западе в западных странах и не только в китае например эти технологии все конечно развиваются с такой значительной скоростью но естественно они развиваются с более высокой скоростью нежели у нас потому что у нас этим занимается дочь президента вот и все понимаете если бы здесь на ее месте был более как воодушевленный талантливый и я не знаю чего и не хватает до для того чтобы быть наравне с западными конкурентами если бы был другой человек может быть у нас бы тоже это и развивалась если бы не было вот этих санкций если все могло бы развиваться но к сожалению то что ну вот на таких ключевых местах находятся такие люди делает вот просто безнадежным еще и эту сферу нашей жизни что удручает намного больше конечно к сожалению но что поделать имеем что имеем а вот на этом я наверное и буду закругляться с ее разбором невербального поведения в общем то для меня все ясно напишите в своих комментариях что еще вы увидели может быть я чего-то не рассмотрела но вот я решила сделать такой небольшой обзор и и невербального поведения анализе проанализировать то что она сказала но и напишите в своих комментариях как вы считаете может быть я в чем-то не права потому что под этим самым видео там такие хвалебные отзывы по поводу вот марии воронцовой до что она такая вся классная замечательно но вот меня лично это к сожалению очень сильно расстроило потому что ну вот к сожалению и в науке тоже у нас все решают связи и родственные связи ну вот так вот к сожалению да а значит не забывайте подписаться если вам интересно интересны разборы невербального поведения поставьте лайк или дизлайк этому видео если считаете нужным в любом случае я вас очень люблю даже если вы мне тут в комментариях напишите что я совсем не права но а если пишите что я не права обосновывайте пожалуйста не просто какие-то выводы а вот прям обосновывайте вот как я в данном случае взяла и обосновала вот то что я увидела да я объяснила вам почему я это увидела до согласны ли вы с моими выводами напишите в комментарии я с удовольствием почитаю возможно кому-то отвечу в общем еще раз вас очень люблю до новых встреч пока пока